Вот и наступил новый 2018 год. Я снова на Пушкинской площади, на этом историческом, знаковом месте Москвы. А погода совсем весенняя. Снега совершенно нету и, наверное, 5 градусов тепла. Были такие новогодние праздники, но достаточно редко. Вот я опять на Тверском бульваре. Иду по этому еще в прошлом году, поразившему меня неоновому коридору. Я почему-то так и думал, что его обязательно сделают в этом году, потому что такого, наверное, нет больше нигде. Только у нас придумали. Целый год я смотрел эти картинки, думаю, когда же будет у нас очередной Новый год, чтобы приехать и опять пройтись. Поэтому поистине такому сказочному, волшебному, разноцветному коридору. Все дома интересно узнать бы автора. Кто придумал эту затею? Сделать такой подарок в Москве. Уж сколько видел всякой иллюминации. Но вот такого не видел нигде. Ни в Питере, ни даже в далекой Европе. Да, Москва есть Москва. Все этим сказано. Лучше Пушкина не скажешь. Как много в этом звуке. А еще, по-моему, у Роберта Рождественского есть такая строчка, что просто вымолвить. Москва. После трудового года. После тяжелой, а зачастую изнурительной адской работы, была дана вот эта волшебная новогодняя неделька. И люди выбрались в свет, в центр города, на Пушкинскую площадь. Центр новогодних гуляний. Что-то в этом году, по-моему, народа особенно много, как никогда. Просто целые толпы. Как у нас в свое время было во время трудовых будней, днем в рабочий полдень. Так же вот сейчас вечером пройти невозможно. Да, по-разному люди отмечают новогодние праздники. Сколько форум всякого времени, препровождения. Как это опять-таки пелось песню «Кому Москва, кому Париж». Сейчас все думаю. Кто-то греется в Таиланде, кто-то любуется новогодними элисейскими полями. Но у нас Москва. И, конечно, таких иллюминаций, такого торжества, такой краткости, какие делают в последние годы, наверное, даже нету нигде. Ни в Лондоне, ни в Париже, ни где-нибудь еще в Западной Европе. Как ни странно, когда я там был, вспоминая два года назад, в Вене, я удивился, как-то все достаточно было скромно. И сразу 26 декабря после Западного Рождества все было закрыто, все ярмарки, все иллюминации. Все, меня вот настолько-то поразило. А у нас, да, действительно, с размахом по-русски, по-московски. Целый месяц. Как говорится, опять-таки выражаясь хрестоматийным выражением, почувствуйте разницу. А вот почему-то моих любимых палаточек со всеми явствами, новогодними товарами почему-то в этом году практически нету. Вся Пушкинская площадь была уставлена. И на Тверском бульваре ходили, отмечали паспорта, чтобы получить подарки. Но в прошлом году с ним был такой невероятный ажиотаж, чтобы получить эти подарки. Люди занимали очередь с шести часов утра. Ну, понятно, в основном. Бабушки, московские пенсионеры. Говорят, даже были драки, чтобы получить этот подарок. Заветную кружечку или маечку с надписью «Путешествие в Рождество». Я, по-моему, принял участие в этой акции, но мне достались только наклеечки. Скромно, конечно, до сих пор они у меня украшают различные части домашнего интерьера с новогодней символикой и надписью «Путешествие в Рождество». Уже несколько лет устраивается этот фестиваль. Вот один из таких знаков, наверное, достижения этого фестиваля, чисто опять-таки не визуальным. Вот является, наверное, вот этот вот, как я его называю, неоновый тоннель. Он как бы состоит из двух частей. Кто-то, наверное, думает, сколько же здесь вот этих лампочек? Тысячи или миллионы? Сколько денег ушло на этот проект? Ну, это уже для специалистов, экономистов. А нам хоть здесь походить, насладиться, поразвлекаться. Что остается? Как всегда, приглашаю всех друзей.